Комитет законодательного собрания края по вопросам промышленности, строительства и ЖКХ совместно с Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края проводит цикл выездных семинаров в муниципалитеты. Первый из них на днях прошел в Зале Дома культуры Славянска-на-Кубани. О чем шла речь на совещании, расскажут наши корреспонденты. Главная тема состоявшегося семинара – формирование фондов капитального ремонта многоквартирных домов. В совещании приняли участие представители Славянского, Красноармейского, Калининского и Абинского районов, главы муниципалитетов и их заместители, главы и депутаты поселений, где есть многоквартирные дома, руководители ТСЖ и управляющих компаний, председатели советов домов. По федеральному законодательству оплачивать ремонт общего имущества многоквартирного дома собственники жилья теперь должны сами. Депутаты ЗСК внесли изменения в краевой закон, в соответствии с которыми срок для выбора способа формирования фонда капитального ремонта продлен до 1 июля 2014 года. При этом жильцы должны начинать уплату взносов не позже 1 ноября нынешнего года. Способов для внесения средств предусмотрено два – это накопление взносов на специальном счете или перечисление средств на счет регионального оператора. Решение о выборе способа накопления должно приниматься на общем собрании жильцов. Если решение не будет принято, то фонд капитального ремонта формируется на счете регионального оператора, который, в свою очередь, обеспечивает проведение ремонта дома в соответствии с региональной программой. Для того, чтобы стабилизировать ситуацию и привести многоквартирные дома в надлежащее техническое состояние и сделать этот процесс постоянным и необратимым, в конце 2013 года в жилищный кодекс были внесены кардинальные изменения. Был дополнен жилищный кодекс девятым разделом организации капитального ремонта многоквартирных домов, в соответствии с которым, я хочу здесь обратить ваше внимание, в этом нет ничего нового. Это было испокон веку, что собственники обязаны обеспечивать проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Также на Кубани определен размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт. Он составляет 5 рублей 32 копейки за один квадратный метр. Изменения коснулись и региональной программы по капитальному ремонту. Теперь для каждого многоквартирного дома указывается не конкретный год проведения ремонта, а пятилетний период. На начало этого года в Краснодарском крае в капитальном ремонте нуждаются около 60% домов. В городе Славинске на Кубани капремонт уже проведен в 98 домах. Масштабной реконструкции требует еще около 170 домов. Это связано с общей изношенностью жилищного фонда. Краевые депутаты поставили задачу разъяснить жителям Кубани изменения в законе, рассказать, какие дальнейшие шаги необходимы по накоплению средств. Главное, чтобы владельцы квартир оказались готовы к новым правилам капремонта высоток. Ведь теперь они сами решают, что ремонтировать и за что платить. Тина Капачевская, Георгий Калинин, программа «События».